Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемые гости нашего института, позвольте представить вашему вниманию доклад на тему возможности малоинвазивных методов лечения опухолей полости рта. Если говорить о методах лечения данной патологии, то мы можем выделить хирургический метод, химиотерапевтический метод, лучевая терапия, комбинированный метод лечения и симптоматическая терапия. Если говорить о новой методике, а функционная криодеструкция является новой методикой, то мы можем выделить ряд преимуществ криодеструкции. Это быстрая реабилитация пациентов после оперативного вмешательства, отсутствие интероперационной кровопотери, это органосохранная операция, улучшается качество жизни, снижение болевого синдрома и сохраняется речевая функция. Также пациенты сразу же после операции осуществляется питание через рот, без назогастрального зонда, возможности повторных хирургических вмешательств и, конечно же, экономической составляющей метода. В нашем институте мы используем медицинскую криотерапевтическую систему. Она имеет криозонды многократного применения, криозонды покрыты золотым напылением, имеют диаметр от 1,5 мм до 3 мм, криосистема имеет 3 рабочих канала, заправляется с жидким азотом и имеет рабочее давление до 4 бар. И сейчас поговорим о клинических случаях. Здесь представлены клинические случаи пациентов с плоскоклеточным раком языка и как выполняется техника операции. Введение криозондов контролируется визуально, пальпаторно и при помощи ультразвукового датчика. И начало операции. В опухоль боковой парости языка введены три криозонда различного диаметра, 2,5 мм и 1,3 мм. Начало операции. В опухоли введены два криозонда, ретро-молярная область, там три криозонда. Экспозиция составляет 5 минут. И дальше этап пассивного оттаивания. Пациентка 62-х лет с диагнозом плоскоклеточный рак слизистой оболочки правой щеки с метастазами в лимфоузлы шеи. Ей была запланирована операция радикальной лимфоденоктомии справа и функционная криодеструкция опухоли правой щеки. Так выглядит шейный этап операции. Радикальная шейная лимфоденоктомия и функционная криодеструкция опухоли правой щеки и ретро-молярной области. Так выглядит послеоперационный отек мягких тканей после операции на второй день и послеоперационная рана на вторые сутки. Завершение операции оттаивание зоны оледенения после извлечения криозондов мы выполняем 3 аппликации по 5 минут как я уже говорил с пассивным оттаиванием после каждой аппликации. На шестые сутки после операции формируется крионекроз. Так он выглядит. И на 14-е сутки мы выполняем некролектомию и вид послеоперационной раны на 14-е сутки после некролектомии. И позвольте сказать о отдаленных метастазах о отдаленных результатах лечения. Пациентка на данный момент уже прошло 3 года после лечения. Данных за продолженный рост опухоли не получено. Функциональные потери оказались минимальны. Пациентка сейчас находится на динамическом наблюдении. У нее была функционная криодеструкция опухоли языка и послеоперационная химиолочевая терапия. Суммарно 4 курса химиотерапии и дистанционная лучевая терапия. Спасибо за внимание. Друзья, мои коллеги, есть ли у кого-нибудь вопросы? Благодарю вас за очень интересную презентацию. Мы никогда не выполняли операции такого уровня, такого типа. И мне хотелось бы спросить вам, каким образом осуществляется наблюдение за пациентами? Как вы выбираете своих пациентов? на эту операцию мы подбираем путем... Во-первых, пациенты у нас проходят два курса химиотерапии. То есть, это два вводных курса химиотерапии. И дальше мы уже решаем, какой объем лечения мы будем выполнять тому или и тому. Если опухоль резиктабельна, мы выполняем стандартный метод лечения. Это гемиглосэктомия, если говорить о языке. И если есть возможность... Я помогу немного. У нас идет научная работа в рамках отделения. И эта научная работа посвящена именно криохирургической методике. Всем мы подряд не выполняем криохирургическое вмешательство языка. Выполняем отдельной группе. Эта группа подбирается. В эту группу входят пациенты для палиативной криохирургической методики и пациенты, которые отказываются от резекции языка и удаления органа. Соответственно, пациенту объясняется данная методика, что она идет в рамках экспериментальной методики. Она прошла пробацию и одобрена локальным этическим комитетом данная методика. И все согласия с пациентом это все обсуждается. Обсуждается полностью план операции. И соответственно, эта категория пациентов, она поэтому и небольшая, потому как чаще всего мы выполняем стандартную операцию, которая выполняется и в вашем центре. Это гемиглосэктомия, соответственно, и выполнение реконструкции одномоментной пластики в ротовой полости. Но есть категория пациентов, которые категорически отказываются от хирургического вмешательства в данном объеме. согласно на криохирургическую методику. Эта методика у нас новая, она разрабатывается, и у нас на сегодняшний день хорошие результаты. Есть группа пациентов, и из тех пациентов у нас около 30 пациентов, которым выполнено криохирургическое вмешательство именно языка. И у этой категории пациентов в настоящий момент на протяжении трех лет нет признаков рецидива. Но у нас есть несколько пациентов, у которых при выполнении данной методики есть рецидив. И рецидив мы выявили, что изначально для нас, учитывая то, что методика достаточно новая, мы сначала не поняли, какая именно проблема возникла у пациента, но разобравшись и уже получив какой-то определенный опыт, мы поняли, какие мы совершаем ошибки и почему происходит прогрессия. После анализа мы поняли, что прогрессия происходит не в зоне первичной опухоли, а именно прогрессируют лимфатические узлы второй А, второй Б группы. То есть это группа, которая располагается в подчелюстной зоне. И они располагаются очень близко к зоне первичной опухоли, и соответственно единый конгломерат, который мы обычно видим при МРТ, он сглаживает. А картина появляется такая немного непонятная для нас, хирургов, и для МРТ специалистов. И соответственно, конечно, на сегодняшний день мы понимаем, что это прогрессия не первичной опухоли, а именно метастатического поражения лимфоузлов. И причем для нас интересно то, что мы, ну это отдельная, конечно, тема для обсуждения, это связано, конечно, с HP-вирусной инфекцией, это связано с индивидуальной характеристикой пациента, почему у некоторых пациентов имеется прогрессия в зоне второй группы узлов, а у тех пациентов, которые оперированы, у них нет этой прогрессии. То есть мы изучаем эту проблему и будем, конечно, докладывать дальше. Спасибо вам большое за интерес, спасибо. Обычно каков размер опухоли, есть ли какие-то при использовании данной техники? Ну бывает, мы еще подбираем пациентов с опухолью ТТ, тоже такие были, и в рамках палеотивной терапии тоже используем. У нас есть группа пациентов палеотивная, мы ее не включаем в исследуемую группу. Палеотивная группа заключается, в чем заключается основной цель этой методики в том, чтобы снять боль. Очень огромную помощь оказывает эта методика в плане палеотива и снятия боли, и также возможность кровотечения, отсутствия его. То есть эти методики, и вот сейчас пришел в зал к нам Георгий Георгиевич Прохоров, который является основным человеком, который является основоположником в нашем институте криохирургических разработок. Он является основоположником и разработчиком этой криохирургической системы, которую доктор представил. Георгий Георгиевич Прохоров, Георгиевич Георгиевич Прохоров, Георгиевич Прохоров, Георгиевич